В управлении нашей компанией находится очень интересный дом. Он был построен в 1974 году, соответственно и проектирование было в тот же период времени, что на сегодняшний день не совсем соответствует тому, что имеем мы в современности. Этот дом был построен очень интересной конфигурацией, каждый подъезд был вынесен относительно другого где-то на метр вперед. Этакой лесенкой выстроены, поэтому поверхность его кровли, она не ровная, не сплошная. Ставропольский край прекрасный северокавказский регион, но здесь есть одна проблема, это зимой разность температур в течение дня. То бишь ночью температура может опускаться в холодную зиму до минус 10-15, а днем она поднимается до плюс 5. Снег намерзает, утром это все тает, естественно образуется огромное количество сосулек, то есть налить, обычная кровля, которую на большинстве домах мы имеем. Эта кровля, она просто от разности плотности вот этого льда, который сначала замерзает, потом тает, то есть ее просто разрывает. Естественно эксплуатация ее уменьшается в разы. Дело в том, что для того, чтобы ее отремонтировать, эту кровлю, это довольно такая дорогостоящая работа и силами жильцов это сделать было довольно трудно. То есть мы вышли на собрание к собственникам, обсудили этот вопрос, собственники нас делегировали, сказали, давайте двигаться в этом направлении. Что мы сделали? Мы решили пойти путем включения дома в программу капитального ремонта. Он был включен, но в более поздний срок. То есть мы пригласили комиссию, показали, что кровля находится в неудовлетворительном состоянии и соответственно ее нужно ремонтировать. Нам пошли навстречу, перенесли работы по ремонту кровли на более ранний срок, но тут возникла другая проблема. Каким образом делать эту кровлю? То есть у нас было несколько механизмов. Нам предлагали сделать скатную кровлю, то бишь провести замену, сделать такую же кровлю, как и была. Было предложение, вернее мы даже столкнулись с тем, что в нашей управленческомпании делали кровлю из мембраны ПВК на одном доме. Тот дом, который был на спецсчете, то есть своими средствами. Мы решили попробовать, почему бы на этом доме не сделать мембрану ПВК. На сегодняшний день, что я могу сказать? То есть мы пережили зиму, зиму суровую, сложную, холодную. Мы не увидели сосулек, что было проблемой для нас, не только на этом доме. Мы не увидели жалоб жильцов, потому что все были рады тому, что у них новая кровля, и естественно никаких подтеков не было. Более того, что мы перенесли водосточные трубы с северной стороны на южную, тем самым любая наледь, которая образовывалась ранее, она просто под воздействием солнца уходила. В общем, на сегодняшний день зиму мы пережили. Надеюсь, мы в ближайшие лет 5-10 просто про эту кровлю вспоминать и не будем. Наверное, все-таки мы сделали все правильно.